ассаляму алейкум и здравствуйте еще раз дорогие друзья сегодня мы продолжаем урок по арабскому языку по учебнику мабдал qira'a и сегодня у нас второй урок как обычно здесь ад-дар-султани второй урок как обычно у нас сначала идут подготовительные слова к этому уроку а потом прочитаем текст и переведем так первое слово тельмиду ученик тельмиду ученик курси юн стул курси юн стул на кааду тельмиды на кааду тельмиды парта ученика или просто парта на лиму на лиму учитель я к тубу я к тубу пишет он имейте ввиду дальше маддаросатум маддаросатум школа фаслум фаслум класс мактабу лиму алими мактабу лиму алими стол учителя или учительский стол даросатум даросатум урок хайбрун хайбрун чернила мазикатум мазикатум ручка и вот на этом слове немножко хочу задержаться потому что мазикатум вот я сейчас ручка перевел на самом деле это ручка дверная ручка ручка там чего-то не ручка которой пишут раньше это слово переводили как ручка которой пишут но на самом деле это не совсем правильно потому что ручка которую мы используем для писания это калам он этот ручка поэтому здесь мазикатум то есть более уже современных вариантах этой книги вот слова мазикатум уже нету и слова калам он и все в тех версиях которых в которых это слово оставили переводится ручка но еще раз говорю это как дверная ручка или там ручка чего-то но не та ручка которой мы пишем дальше на хуна здесь у на здесь мимхатум мимхатум пластик или резинка или стиражка как еще некоторые говорят фи фи в или во я карау я карау я карау читает иметь ввиду он он читает вот это подготовительные слова к этому уроку были вот я здесь написал приготовил переводы этих слов есть вот тилемидум ученик курсием стул макаду тилемиди парка ученика муаллиму учитель я ктуру пишет он иметь ввиду мадрасату школа фаслу класс мактабу лмуаллими стол учителя или учительский стол дарсум урок хибрун чернила на зигатум ручка хуна здесь мимхатум ластик фи в я карау читает 5 месяцев до он читает теперь здесь пойдет текст айналь хибру где чернила айналь хибру где чернила здесь ответа на вопрос нет но давайте сами попробуем ответить мы должны сказать чернила в чернильнице будет аль хибру фи где-то фи используем в аль михбароти михбара это у нас чернильница получилось аль хибру фи льмихбароти чернила чернильнице айна макаду тильмиды айна макаду тильмиды где парта ученика опять вопрос стоит ответа нет но не надо расстраиваться надо включить так сказать свою энергию надо быть более активным и надо отвечать значит на вопрос самому и так представьте что у вас просили айна макаду тильмиды где парта ученика вы можете пока ответить вкратце например в классе получается еще раз вопрос звучит айна макаду тильмиды где парта ученика вы говорите фил фасли фил фасли фи а потом слово фаслун вот в это слово вы добавили аль определенный артикл уже он исчезает так как здесь фи есть вместо он будет и фил фасли получилось в классе хааза мактабул муаллими и это стол учителя давайте теперь спросим разве это стол учителя хал хааза мактабул муаллими или же а хааза мактабул муаллими если мы утвердительно отвечаем мы говорим наам хааза мактабул муаллими да это стол учителя если мы отрицательно отвечаем говорим ла хааза макаду тильмиды например нет и это парта ученика получилась идем дальше худил варака худил варака возьми лист хаатиль маасиката хаатиль маасиката дай ручку но еще раз говорю здесь в тексте скорее всего здесь имеется ввиду ручка которой мы пишем но еще раз говорю это неправильно потому что ручка которой мы пишем будет каля мун поэтому здесь маасика это ручка дверная и так далее но не совсем про не совсем скорее всего правильно будет говорить дай ручку дверную потому что дверная ручка обычно на двери стоит так сказать висит и правильно прикреплена к двери и ты скорее всего он не сможешь дать эту ручку да но суть не в этом суть в том что здесь предложение правильное то есть дай что то и самое главное здесь нам использовать вот это слово хаатиль дай и вместо маасиката например мы можем сказать хаатиль калама дай ручку или дайте трассе хаатиль курроса или хаатиль курроса та или хаатиль дафтара идем дальше маасик бака да хаатин calа мааса乾aru мааса маршала на барск говорит Фарид читает урок. Давайте теперь спросим, Фарид читает урок? Это будет, Хал Фарид умеет? А Фарид умеет? И так, и так, правильно. Если мы хотим сказать, да, он читает, мы говорим, Да, Фарид читает урок. А если мы хотим сказать, нет, он не читает, будет, ЛА, пауза, Вот перед глаголом, читает, надо добавить ЛА. То есть, получается, здесь, в этом предложении, мы два раза должны использовать слово ЛА. Первое, ЛА и паузу держим, это, в смысле, мы говорим, нет, Фаридум, Фарид, ЛА якроум, не читает урок. Теперь, вот здесь слово, читает урок, это дословный перевод. Можно сказать, готовит урок, потому что в русском языке мы не говорим, читает урок, мы говорим, готовит урок. Поэтому здесь не обязательно при переводе, чтобы вы дословно переводили. Здесь надо переводить так, чтобы человек вас понял, перевод ваш, чтобы был понятный. Суть, конечно, не надо искажать, но перевод должен быть правильным. Идем дальше. ХАТИЛ МИМХАТА ДАЙ ЛАСТИК ДАЙ ЛАСТИК ХАТИЛ МИСТАРАТА ДАЙ ЛИНЕЙКУ ДАЙ ЛИНЕЙКУ Вот обратите внимание, после ХАТИ слово заканчивается на А. Здесь МИМХАТА, здесь МИСТАРАТА. Вот здесь был АТИЛ МАСИКАТА. Почему? Потому что ДАЙ ЧТО. Уже слово будет стоять в винительном падеже, поэтому заканчивается на А. ДАЙ ЧТО. РУЧКУ. ДАЙ ЧТО. ЛАСТИК. ДАЙ ЧТО. ЛИНЕЙКУ. То, что он говорит, когда ХУЗ. ХУЗИЛ ВАРАКА ВОЗЬМИ ЛИСТ. ХУЗИЛ КИТАБА ВОЗЬМИ КНИГУ. И так далее. Идем дальше. МАА ХАДА МАА ХАДА Что это? ХАДА КИТАБУМ ХАДА КИТАБУМ И это КНИГА. ДАЙ ЧТО. АТТИЛ МИЗУ ЯКРО УДДАРСА АТТИЛ МИЗУ ЯКРО УДДАРСА УЧЕНИК ЧИТАЕТ УРОК. Мы будем говорить, ученик готовит урок. Давайте теперь скажем, ученик не готовит урок. АТТИЛ МИЗУ ЛАЯКРО УДДАРСА УЧЕНИК НЕ ГОТОВИТ УРОК. Или НЕ ЧИТАЕТ УРОК. Теперь давайте скажем, этот ученик готовит урок. ХАДА. Вот перед словом АТТИЛ МИЗУ надо добавить указательное местоимение мужского рода. ХАДА. ХАДА ТИЛ МИЗУ ЯКРО УДДАРСА. Этот ученик готовит урок. Если перевести, этот ученик читает урок. Дальше идем. АЛЬ МУАЛЛИМУ ЯКТУБУ. АЛЬ МУАЛЛИМУ ЯКТУБУ. УЧИТЕЛ ПИШЕТ. Давайте теперь скажем, этот учитель не пишет. ХАДАЛЬ МУАЛЛИМУ ЛАЯКТУБУ. ХАДАЛЬ МУАЛЛИМУ ЛАЯКТУБУ. Дальше. АЛЬ МУАЛЛИМУ. АЛЬ МУАЛЛИМУ. Где учитель? ФИЛ ФАСЛИ. ФИЛ ФАСЛИ. В классе. АЛЬ НАТТИЛ МИЗУ. АЛЬ НАТТИЛ МИЗУ. Где ученик? ФИЛ МАДРАЗАТИ. ФИЛ МАДРАЗАТИ. В школе. Давайте теперь спросим. РАЗВИ УЧЕНИК В ШКОЛЕ? ХАЛЬ. ХАЛЬ ТИЛ МИЗУ. ХАЛЬ. СОЙДИНЕНИЕ БУДИТ ЧЕЛЕЗ И. ПОЙТИМУ. ХАЛЬ ТИЛ МИЗУ. ФИЛ МАДРАЗАТИ. Ещё раз. ХАЛЬ ТИЛ МИЗУ. ФИЛ МАДРАЗАТИ. И если мы хотим утвердительно ответить, мы говорим. НААМ АТТИЛ МИЗУ ФИЛ МАДРАЗАТИ. УЧЕНИК В ШКОЛЕ. ДАЛЬШЕ ИДОМ. УСМАНУ ЯКРАУД ДАРСА ФИЛ ФАСЛИ. УСМАНУ ЯКРАУД ДАРСА ФИЛ ФАСЛИ. УСМАН читает урок или готовит урок. Точнее, лучше будет так. В классе. УСМАН – это имя человека. УСМАН готовит урок в классе. Давайте теперь скажем. УСМАН не готовит урок в этом классе, например. УСМАНУ ЛАА. Частоицу отрицания добавляем перед глаголом. УСМАНУ ЛАЯКРАУД ДАРСА ФИ ХАЗАЛ ФАСЛИ. УСМАНУ ЛАЯКРАУД ДАРСА ФИ ХАЗАЛ ФАСЛИ. УСМАНУ ЛАЯКРАУД ДАРСА ФИ ХАЗАЛ ФАСЛИ. АЙНА АБДУЛЛЛАХИ. АЙНА АБДУЛЛЛАХИ. Где АБДУЛЛАХ? АБДУЛЛАХ – это имя. Где АБДУЛЛАХ? ФИЛ ФАСЛИ ЯКТУБУ. ФИЛ ФАСЛИ ЯКТУБУ. Он в классе пишет. Он в классе пишет. Вы можете ЯКТУБУ перед ФИЛ ФАСЛИ ставить и сказать. ЯКТУБУ ФИЛ ФАСЛИ. ПИШЕТ В КЛАССЕ. И так и так будет правильно. АЙНА АЛМА СИКАТУ. АЙНА АЛМА СИКАТУ. Где РУЧКА? Где РУЧКА? Это ДВЕРНАЯ, ЕЩЕ РАЗ ГОВОРИ. Ну, в общем, не та РУЧКА, КОТОРАЙ ПИШУТ. Вот. Это был текст второго урока. Поэтому я призываю вас, каждый раз, когда вы сами еще будете читать вот этот текст, не надо ограничиваться только словами, которые здесь есть и этим текстом. Вам надо использовать слова еще из первого урока, чтобы было повторение первого урока. и чтобы урок был более полезным, более приятным, так сказать, и более насыщенным. Надеюсь, что все эти слова и весь этот урок и текст были для вас понятны. Вот еще раз покажу слова. Перевод. Кто не успел, чтобы записывать. Вот это перевод слов, подготовительных слов второго урока. Вот. Надеюсь, что все было понятно вам. Спасибо вам за внимание. Доброго всем здоровья. До новых встреч. Ас-саляму алейкум.